Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. В этой главе содержится предостережение по поводу семи народов Ханаана. И мы помним с вами, что святые отцы говорили о семи народах Ханаана. Так, например, Иоанн Кассиан писал, что это те семь народов земли, которые Господь обещал дать вышедшим из Египта сынам Израилевым. А все это по апостолу было образом для нас, и мы должны принимать написанное об этом для нашего назидания образно. А что говорится, что они многочисленнее, то это потому, что пороков больше, нежели добродетелей. Итак, семь народов Ханаана – это в действительности семь смертных грехов. А то, что в сравнении с народом Божьим сказано, что они многочисленнее, имеется в виду, что пороков действительно всегда больше в жизни обычных людей, даже верующих, чем нежели добродетелей. И Господь здесь говорит о том, что когда они войдут в землю обетованную, когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, изгони от лица твоего многочисленные народы – Хетеев, Гергесеев, Амареев, Хананеев, Фаризеев, Евеев и Ефусеев. Семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. Но кто-то может задаться вопросом, а неужели какой-то порок сильнее добродетелей. Имеется в виду, что пороки сильнее укореняются в жизни людей, чем нежели добродетели. Человек может в детские годы, скажем так, подцепить какой-нибудь порок, и потом этот порок всю жизнь его сопровождает. А так, чтобы добродетели укоренялись в нашей жизни, это нелегко. Сначала надо выкорчевать все пороки, тогда добродетели, может быть, и привьются. Но в любом случае мы должны жить так, чтобы в нашей жизни не было никакого соединения между семи смертными грехами, этими семи народами Ханаана. Мы должны жить так, чтобы своих сыновей не женить на их дочерях и своих дочерей не отдавать замуж за их сыновей. Потому что Господь нас избрал не потому, что мы многочисленнее всех народов, как тут сказано. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, но вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцей высокой, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. То есть Господь избрал не сильнейший народ, сильнейший народ, слабейший народ. Почему? Чтобы на примере такого слабого народа показать другим пример, что они тоже смогут подняться и идти за Господом. А слабость еврейского народа мы видим постоянно. Как они рубчут на Моисея, как они спорили с другими пророками, и несмотря на это они сподобились стать народом, от которого по плоти пришел в этот мир сам Господь. С другой стороны, когда люди не имеют хорошего результата, это, конечно, бывает повод и для глубочайшего смирения. Особенно людям бывает стыдно, когда у них повторяются одни и те же грехи. И они смиряются, смиряются. У некоторых доходят до того, что они хотят перейти к другому священнику, но ничего не изменится. Там тоже придется исповедовать одни и те же грехи. Помните о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И здесь есть интересный отрывок. Если скажешь в сердце твоем народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их, то есть опираясь только на свои силы, не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, великие знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с высокими крепостями. И как Господь вывел, вывел тебя из Египта, этой цитадели зла, и ввел в Ханаан, в эту цитадель нечестия. Разве своими силами евреи могли бы всего этого достичь. И мы должны понять, что большая часть наших пороков, они вообще-то потонули в купели крещения. А те, которые остались, это только малая часть. И если бы мы не были бы еще и крещены, то пороки нас окончательно бы разорвали бы, растяжали бы. Еще мы имеем второе крещение – это таинство и исповеди. Прибегая к спасительным таинствам, мы все время будем укрепляться, и наша борьба будет становиться успешнее и успешнее. Но для этого надо избавиться и от видимых проявлений той или иной греховности, то, что называется кумиры. Поэтому в седьмой главе сказано, «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, то есть на этих кумирах, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзость в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращаясь сего и гнушаясь сего, ибо это заклятое». То есть земля-то и пала, и проиграла. Не потому, что у них там войск не хватило, а потому, что их беззаконие было столь велико, что превзошло беззаконие даже самого еврейского народа. Есть очень много причин. Мы видим в самой Библии рассуждение на эту тему, а почему маленький народ одержал победу. Иногда пророки говорят, «Не думайте, что своей силой вы сделали это, или своим благочестием». Нет, ни своей силой, ни своим благочестием. Но только помощью Божьей вы смогли совершить то, что вы совершили. Итак, седьмая глава предлагает нам всецело дистанцироваться от всего чужого. Заклятое, есть такое еврейское слово, херем. И хотя заклятое может представлять какую-то ценность, например, серебряное, золотое, но так как это было связано с идолопоклонством, это нельзя использовать, особенно вносить в свой дом, дабы через это не осквернились наши родные и близкие. В следующий раз, когда мы получим возможность читать восьмую главу, мы будем смотреть следующие законы, которые излагаются в ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА